Практическая психология Уже в предпенсионном и пенсионном возрасте Все-таки поздороваемся, да? Здравствуйте Здравствуйте Тема увлекательная И вот вроде бы мы с вами в таком возрасте Сейчас чуть за 40 В этом возрасте Стоит уже задумываться Над возрастом счастья Которым еще Некоторые называют это третий возраст Стоит задумываться уже с малых лет Конечно, эту культуру поведения Следует прививать С семейных, уже с семьи С детского сада и с младшей школы То есть детям мы уже рассказываем О том, что когда-нибудь После очень активного периода жизни И ты тоже будешь Дедушкой и бабушкой Вспомните себя в детстве Когда вам говорили, а бабушка, а ты что? А ты тоже была маленькой когда-нибудь? А ты что, правда, что ли, была маленькой? Дети такое спрашивают Или, например, сейчас задают вопрос Мама, а ты когда-нибудь состаришься? Да, и ты говоришь Нет-нет, я принимаю витаминки для молодости Ну, чтобы не огорчать особо сильно малышей Ну, а если серьезно То какая у нас есть Какая у нас есть периодизация В нашей стране? Потому что я, например, когда готовилась К программе, поняла, что В некоторых странах Одна своя система периодизации Да, вот этих возрастов Там ООН своя А у нас в стране что происходит? Давайте по вопрос посмотрим Давайте Это 40 То есть выше 40 Это примерно 45 Мы смотрим 54 года Это средний возраст То есть вот мы сейчас в среднем возрасте Мы в среднем возрасте, да Далее мы рассматриваем пожилой возраст Это 55 74 Возраст старости 75 Смотрим 90 И выше уже 90 Это возраст долгожителей Ну, звучит не совсем красиво Старость Так, поэтому мы решили называть не старость А как-то по-другому А как-то по-другому Например, третий возраст Да, можно так называть Ну, вот смотрите Старение не обязательно связано С достижением пенсионного возраста Но в силу различных факторов Именно этот момент В биографии человека Начинается произносить Там, да, вот я уже стал старым человеком Там, да, некоторые говорят Ой, да я уже бабушка Там, да, независимо от того Что функция там бабушка Да, бабушка Потому что вышла на пенсию Вот сейчас в нашей стране В связи с реформами Да, пенсионный возраст Будет все потихонечку Откладываться и откладываться Как вы думаете Мы с вами, да Вот люди, которые возраст там 40-50 лет Мы изначально уже Как-то себя сейчас обязаны Или там слово должны Настраивать на Более длительный Трудовой период, да Ну и потом опять-таки На активную старость Ну как бы давайте будем Называть все своими именами Что необходимо нам Вот нашему поколению Людей сделать Чтобы действительно После выхода на пенсию У тебя еще оставались Силы, желания Ну и возможности, да Что-либо еще творить Чудить, я не знаю Да, но Наслаждаться жизнью Просто жить Получать от этого удовольствие Мы, конечно, воспитаны С вами в советское время Мы воспитаны в Комсомоле Вы комсомолкой были? Не успела А я была И горжусь этим Я была комсомолкой Это активная жизненная позиция И те Ну во всяком случае Вы пионеркой были? Да, конечно И те основы Активной позиции Мы с вами выработали все-таки Она у нас уже заложена Это база Мы были объединены Обычной С вами идеей Какой-то общей идеей Вот Помогать старшим Были какие-то Организаторские моменты Мы помогали Ходили пятерки Там, пятерочки Да, я помню Например, мы помогали Там Были Я была В клубе Правильно Тимуровцев Да, Тимуровцев Команда Тимуровцев Тимуровская пятерка Да Мы помогали Старшим людям По подъезду Например, принести продукты Поухаживать за ними Просто побеседовать Нарисовать Какой-то рисуночек Подарить Да Но сейчас Это волонтерство И может быть Оно, конечно Активно Но Не в той мере Как это было В советское время Я хочу сказать о том Что у нас с вами Активная Жизненная позиция Уже сформирована Заложена С детства С детства Поэтому мы Приучены Ставить цели Да Ведь как цель поставишь Такие будут и задачи А правильно Грамотно Сформулированные Задачи Ведут В правильной цели Вот и все Просто нужно Чего-то все время Желать Чего-то достигать Вот наша с вами Профессия Психология Мы психологи Она все время Обязывает Самосовершенствоваться Однозначно Надежда Скажите Вам говорят Ты что Опять пошла учиться Мне тоже Сколько можно Прекрати уже А на самом деле Вот это мне кажется Очень такая базовая потребность Все время получать Новые знания И она позволяет тебе Формировать Формировать поле будущего То есть что важно И для пожилого человека Вообще для любого Это поле будущего Это надежда Вот слово Да Надеяться Надеяться На то, что у тебя еще есть Сколько-то Хороших, классных Лет Я называю золотая десятка Двадцатка И ты ее не просто так В роли немощности какой-то Иногда специально выученной Правда, да? Кому-то так удобно просто Удобно, да-да-да Проживаешь, да? Проживаешь с активной жизненной позицией Я правильно поняла вашу мысль, да? Да-да Хорошо Что еще? Вот мы сейчас еще даже не подошли К возрасту Этих людей Которые там выходят На пенсию То есть мы с вами сейчас еще думаем Как бы нам подготовиться К этому правильно, да? Мы с вами поговорили про базу Про цели полагания Про активную жизненную позицию То, что нужно тренировать свой интеллект Нужно обучаться Потому что жизнь наша стремительно идет сейчас Наука, прогресс Да Нужно быстро очень адаптироваться И приспосабливаться Быстро меняющимся условиям К технике Обратите внимание Как бабушки реагируют На Гаджеты По телефону На гаджеты Как нужно ввести пин-код на карте Допустим, чтобы снять денежку пенсионную Как это им трудно бывает Почему? Я думаю, это связано с тем Что то поколение Вовремя не обучалось, да? И это тоже, да А значит и мы Как, например, дети Которые являются поколением Вот сейчас пенсионеров Мы должны были им где-то Сказать Давайте вместе рядом присядем Давай разберемся Давай заведем электронную Электронную почту То есть получается, что Наши дети Как сейчас, например Обучают нас во многом Каким-то новым программам Еще чего-то Так и мы с вами Своих родителей Да Престарелых Тоже должны этому обучать Но ведь тут еще Смотрите, ли Один очень важный момент Эти родители Должны не сопротивляться Совершенно верно Как я вас понимаю Вы сталкиваетесь В этом по работе Да И в жизни, наверное, тоже, да Хорошо Вот Какие еще Такие базовые моменты Которые мы должны с вами Наверное, еще связаны Со здоровьем То есть сейчас В данный момент Конечно Герантогенез Он неизбежен Старость Она неизбежна Мы не будем жить вечно Это миф Да Это надо признать Поэтому, конечно Нужно заниматься здоровьем Ну, каким здоровьем Не просто ходить по врачам Ой, что-то у меня заболело Кольнуло, наверное Это просто делать периодически Регулярно Периодически Медосмотры Во-первых Во-вторых Обязательно обращать внимание На психологическое здоровье На свои эмоции Ведь они важны У нас Постепенно еще Формируется Психологическая культура Еще она До конца Не сформирована Еще недостаточно Людей Ходили Посещали Психотерапевтов И психологов Так Ведь у нас еще Она недостаточно Развита Эта культура Мне кажется В отличие от Европы Это действительно Мы еще очень далеко В этом Конечно Двадцать лет Я думаю Я думаю Я думаю Что здесь Самое время Вспомнить Мартина Селигмана Формулу счастья Который Доказал Формулу счастья Что 50% От нас Ничего не зависит Это биологические факторы Это наследственность Около 40% Зависит от окружения И от обстоятельств Жизненных Которых попал человек И только 10% Зависит от самого человека Насколько он может быть счастлив Серьезно? Только 10% Только 10% Товарищи От нас зависит Только 10% Но все-таки зависит Поэтому Если накладывая На процесс геронтогенеза То есть старение человека Здесь надо понимать Что постепенно Некоторые функции Но они Не становятся такими активными Как в молодом возрасте Поэтому Вот эти 10% Они могут меняться У пожилого человека Ну и следовательно Это вот в наших руках Да? Например Мы сейчас говорим с вами Про внимание Про память Про мышление Да? Мы говорим Да, про высшую Психическую деятельность Это восприятие Да, воображение Память Мышление И у пожилого человека У старейшего человека Страдает в первую очередь Эта кратковременная память Что и Нарушает его адаптацию В современном Ритме жизни У нас же все быстро Очень все происходит Не так, как это происходило Даже 20-30 лет назад Поэтому Ему не достает Вот этих способностей Вот этой адаптации Чтобы быстро приспосабливаться И он начинает страдать Возникают отрицательные эмоции Эмоции ярости Эмоции гнева Раздражения Да? Конечно И он не может С этим справиться Он обидчив На весь мир Как ему помочь Как ему помочь Если такой человек Живет в семье И наверное Это наша с вами работа Психологов Семейных психологов Кто объясняет Разъясняет Как с этим жить Что с этим делать Да, но прежде мы Начинаем говорить о том Что какие изменения Происходят Да, потому что Иногда Молодое поколение Не осознает Не осознает Что рядом с ними Оказываются Им же всегда окажутся Такие вроде бы молодые Еще совсем недавно Там родители Да, были И что это вдруг Они-то начали капризничать Перед нами Что это вдруг Они там Да Начинают там Заболевать Или придумывать себе Какие-то там Головные боли Еще что-то Кажется нам Надо вовремя остановиться И понять Что родители Просто повзрослели Повзрослели Так же как и повзрослели Мы с вами Да Действительно так Оно и есть И вот смотрите Мы сейчас возвращаясь Опять-таки К тем Каким-то вот таким Знаковым Важным моментам Которые обязательно Должны Проследить в своей жизни Люди 40-50 лет Да Это было бы ведь неплохо Чтобы была К этому времени Мы же потом тоже с вами Входим уже В возраст Своих родителей Была какая-то Материальная база Следовательно Вот как вы сказали С детства Да Ну то есть вы говорите О ресурсности Да То есть причины Или давайте Как-то их назовем Что ли Как-то давайте Это обозначим Или факторы Способствующие Успеху Может быть Или лучшей адаптации Да Лучшей адаптации То есть я бы назвала То есть вернулась бы О чем мы говорили Это эмоциональная устойчивость То есть мы обратили бы Он их осознает Он их осознает Трудно сказать Что он может измениться Но все-таки И попробовать И этому научиться На улице И раз одного Вы увидели В карманчик положили Сколько позитивного Вы нашли Рекомендуется Это делать Три недели Лучше шесть недель Потому что за это время Примерно за это время Формируется привычка Вы научитесь Замечать Вот эти позитивные вещи И так формируется Позитивный фильтр Еще такая рекомендация Попробуйте Отключить телевизор Я такой опыт сделала Я два месяца Не смотрела телевизор Вы знаете Столько литературы Перечитала Классической Так было Мне интересно Жить без телевизора А когда у меня Друзья приходят И говорят Надя У тебя вообще нет телевизора Как ты живешь? Я так говорю Представляете Я так хорошо Живу время Да, действительно А почему мы сейчас Об этом заговорили? Дело в том Что очень часто Даже в практике Мы с вами сталкиваемся С тем Что человек приходит Он в состоянии Например депрессии Или невроза А когда начинаешь Рассказывать Он начинает рассказывать Как складывается Его день То происходит Это все Таким образом Проснулся утром Включил телевизор И телевизор Со всеми вот этими Катастрофами Какими-то там еще Чрезвычайными происшествиями Со всем этим вместе Там с какими-то скандалами С утра до вечера Человека этого же пожилого Сопровождает Да И это все Так или иначе Оседает В психологической сфере Этого самого Индивида Я бы так сказала Конечно И сказывается На его благополучие Обязательно На благополучие Его окружения Его семьи Потому что возникает Тревога Мне пришлось работать С женщиной Которая собрала Узолья Повядки скажем И собралась Отсиживаться В доме В подполье Потому что она думала Что начнется Сейчас боевые действия Она смотрелась Телевизор И это не единственный случай Приходилось работать С тревогой И страхом У пожилых людей И все это связано Опять-таки Когда человек Не может фильтровать Да А там ведь уже Смотрите С возрастом Внутренние критики Они же совсем По-другому работают Правда? Они верят Некоторые верят Тому что они Увидели Что происходит Стараются конечно Правду показывать Но просто в совокупности У них формируется Негативная характеристика И они боятся Не только за себя Но и за своих детей За ту страну Которую они строили За ту страну Когда они воевали В Великую Отечественную войну Вот Поэтому У них Страх и тревога Далее Мы говорим Про факторы Которые Про факторы успеха Дальше Материально составляющие То есть мы сейчас В разрезе С вами смотрим Вот мы с вами Приближаемся И в то же время Мы иногда С вами рефлексируем Как будто бы мы в роли Вот уже Да Таких Да Мы все здесь В совокупности Микс Хорошо То есть мы говорим О ресурсах О внутренних И о внешних То есть внутренние ресурсы Это то что его способности У человека К чему он склонен Может ли он развивать Свои способности В пожилом возрасте Может Есть такие возможности У человека Ресурсы Он может что-то новое Он может что-то новое освоить Какие-то дизайны Кулинарию У нас с вами есть Такие хорошие примеры Например Есть университеты Третьего возраста Куда можно приходить Компании Вот этой же Своих подруг Или там друзей Да Если вы уже вышли на пенсию И можете осваивать Новую профессию Да И внешние ресурсы То есть то что Вот он человек скопил Есть ли у него Благосостояние То есть есть ли где ему жить Есть ли родственники С какими он мог бы Поддерживать отношения Есть ли у него друзья Остались ли у него друзья Какова его коммуникация Насколько он общителен Насколько он так контактен В мире Ну и конечно же Как он вообще себя проявлял Да В течение всего этого времени Я вот следовательно Опять-таки Прихожу в возраст 40-50 лет И я сейчас понимаю Что если Что мы можем еще сделать Да Чтобы активно войти Вот в этот возраст счастья Если у вас еще нет семьи У вас есть шанс Еще создать эту семью Правильно Да я говорю Если у вас Нет детей Наверное уже Как бы мало шансов Родить Хотя почему бы и нет Да Сейчас есть такие возможности Тоже Да Если у вас еще Мало друзей То эта золотая десятка У вас есть для того Чтобы вы Поработали над этой Сферой деятельности Да И Обзавелись с друзьями Действительно Хорошими и верными Которые потом вам Помогут скоротать Эту Эту старость Да И было бы желание Если нет желания Что тут скажешь Нет Мы про желание Это сейчас вообще не говорим Желание априори должно быть Очень хочется Да Но опять-таки Мы помним о том Что желание чаще всего Посещают здорового человека Поэтому Опять вернулись К биологическому здоровью Которое Вот изо дня в день Мы с вами Или же его губим Или же наоборот Всечески делаем Все для того Чтобы оно у нас было С каждым днем Все крепче и крепче Поэтому лучше быть зависимым От здорового образа жизни Чем от чего-то другого Химического Например Отлично То есть это тоже Своего рода зависимость такая Да Конечно Лучше быть здоровым Человеком То есть зависимым От здоровой пищи От физкультуры Допустим От прогулок Пусть лучше так Лена Давайте вот еще Проговорим По поводу Активной самореализации Вот некоторые говорят Что Ну Мы себя реализовали Вот там В возрасте 35-50 лет А теперь Кому мы там нужны Нас уже списали По ряду Каких-либо причин Ну там Например Опять-таки Тема Мы уже медленнее Стали что-то делать Молодежь быстрее Это выполняет Качественнее Меньше нужно Ей платить И так далее И тому подобное Но тем не менее Вот это очень важный фактор Да Как активная самореализация И мне кажется Она Не особо сильно Может Кстати От возраста Зависеть Если ты Реализовался Как политик Там да В своем расцвете Сил То почему ты Не можешь Как садовод Потом реализоваться На пенсии У человека У которого Активная жизненная позиция Он найдет себя везде Найдет Даже если он был власти Он займется хозяйством Внуками займется Либо чем-то другим Будет заниматься пенсионерами Станет серебряным волонтером То есть он обязательно Себе найдет работу Хорошо А вот Можно сразу же Да Вы такой очень интересный Собеседник А как сделать так Как возможно ли это Да Если у человека Всю жизнь не было Вот такой жизненной Активной позиции И тут он понимает Что ну вот так Оглядываясь назад Что-то как-то все Не так Как хотелось бы Да Может ли Вот были в вашей истории Люди Которые Ну там В одночасье Там получая Какой-то там Диагноз Или какую-то ситуацию В жизни Меняли свою жизнь И вот этот Золотой десяток Проживали на полную Катошку В хорошем смысле слова Вот с этой уже Активной жизненной позиции Вы имеете ввиду Про кризис? Да Вы знаете Это хорошо показано В кинофильмах Что человек Круто меняет Свою жизнь В реальной жизни Это тяжелее сделать Потому что Это зависит От ресурсов От финансов От зарплаты От пенсии Которой человек живет Ну Я знаю Пожилого человека Который Допустим Придумал ходить Без Обуви Зимой Он заболел И Сделал себе установку Что ему никто не поможет Вот только он сам себе поможет И он стал ходить босиком Утром Рано Жена ему Шила брюки длинные Чтобы не было видно Его стоп Иначе Он стеснялся этого И начал утром ходить В пять утра По снегу То есть сам себе Разработал какую-то методику И Приподрился Отлично То есть это не очень долго было Но он приподрился Это дало возможность Ему почувствовать Вот себя Что я вообще Толчок Перестроиться Ведь согласитесь Гормональная перестройка Начинается где-то там После сорока пяти К пятидесяти годам И мужчин И женщин Вот эти гормоны Меняют Меняется свой состав И отношения к жизни Меняются И может появиться Расшатка вот этих эмоций Меняется настроение Плаксивость появляется Или наоборот Агрессивность появляется Что с этим делать Человек сам себя Не узнает в зеркале Допустим Женщина не может Сходить к косметологу Потому что это Не по карману Просто не может На себя в зеркало смотреть И это тоже Является кризисом Для нее То есть это может Являться кризисом Как с этим бороться Как То есть Если мы как Помогающие специалисты Мы конечно С вами поможем Мы найдем Какой-то вариант Решения Этого вопроса Тут работа С принятием себя Со своих семей Без старости Мы не поймем Что такое жизнь То есть она неизбежна Это не конец света Это просто течение жизни И надо ее принять Вот давайте сейчас Сейчас обсудим Такой момент Чем человек Вот если например Он действительно Относительно здоров У него активная Жизненная позиция Ему навязывают роль Ой, слушай, ну хватит Уже работать Давай-ка ты Вот уже бабушка Или дедушка Вот тебе внуки То есть получается Что окружающие Лучше знают Чем тебе заняться Вот На склоне лет Как этим уже взрослым людям Отстаивать свою территорию Как им дать окружающим Понять, что у меня Есть свой собственный сценарий И я примерно Я же уже отвечала себе На вопрос Как я хочу встретить старость И чем я хочу Заниматься А люди тебя не понимают И говорят Чего? Ну-ка, ну-ка Давайте-ка Вы отыгрываете те роли Которые вам социально Удобные Да, удобные Мне что-то тут Амар Хайям вспомнился Как сердцу высказать себя Другому Как понять тебя Поймет ли он Чем ты живешь Мысль изреченная Есть ложь С годами У некоторых людей Трудности с волей То есть праксис Это называется У них трудно Иногда он формируется С волевой регуляцией И они иногда Устают сопротивляться И позволяют Да, легче сдаться Потому что Опять же Это ресурсы У них уходят ресурсы И если Дети становятся Или родственники Становятся Ну Как помягче сказать По мягче сказать То есть свою сторону Они используют Этих людей Своих родственников Пожилых То они не могут Им сопротивляться И это больно На это смотреть Потому что Иногда пожилые люди Страдают От насилия Даже И иногда Вынуждены скрываться Например В домах престарелых Для того Чтобы просто не быть В контакте С родственниками Вот такого Не должно быть Поэтому мы За здоровый образ жизни За семейную политику Пусть лучше Эта идея Объединяет От нас всех Именно семейная направленность Лена Давайте В завершении нашей программы Проговорим Как должно меняться Окружение И пространство Вокруг человека Который Входит В этот возраст Старческий Постараюсь Коротко То есть Вы приходите домой У вас пожилой человек Это работа То есть Не ждите Что он Не будет Требовать К тебе Внимания Нужно Обязательно Ему Уделить Внимание Как это Сделать Например Предлагается Беседовать С ним О чем Третьем лице О какой-то Передаче О каком-то Сериале О каких-то Событиях О каких-то Событиях Или рассказать Какую-то Историю Может быть Какую-то Незначительную Может быть Смешную И это Очень удобный Вариант Переключить Его С каких-то Более Серьезных Тем На что-то На другое То есть Вы уделили Ему Внимание Проявили Так сказать Политинформацию Да Плюс ко всему Надо Чтобы менялось Пространство То есть Смотреть Если все-таки Вдруг Вы обнаружили Что мать И отец Да Стали Преклонного Возраста Им нужна Помощь Смотреть Как например Удобно ли Зайти в ванную Удобно ли Им там Принять этот душ Да То есть Надо Вот нам Уже Такому Сейчас поколению Да Внимательнее Относиться И благоустраивать Если вы говорите А уже переходите На долговременный Уход Действительно Нашей стороне Уже с 18 Года Идет Вот эта Направленность По долговременному Уходу И помощь Уже стационарных Условий Действительно Мы активно Работаем В этом направлении Хорошо Ну еще Буквально Пару Несколько слов Как Какие темы Мы обязательно Должны с вами Проговаривать С родителями Которые В пенсионном Возрасте И не только В пенсионном Уже В пожилом Возрасте Потому что Смотрите Например Они иногда говорят Вот ты знаешь Я там умру Ты меня похорони Вот там-то и там-то А мы отмахиваемся Со словами Да тебе еще жить долго А потом раз И что-то происходит Да И ты думаешь Надо же А какие-то важные вещи Которые были важны Для твоих родителей Там да Не проговорены Нужно быть готовым Говорить о смерти Если им нужно Говорите с ним О смерти Это уже дело Тех молодых людей Людей среднего возраста Которым это кажется Странно Они не готовы Это обсуждать Но Люди Которые уже постарше Им это важно Поэтому не надо Совершенно серьезно Принимать это Принимать это спокойно Мне очень жаль Мне очень жаль Что вы так Что ты хочешь Эту тему обсудить Но я готов Да Или готова Да Обязательно с уважением Вот видите Такая у нас Сегодня вышла программа Вроде бы Так все легко И просто Кажется Но тем не менее Мы с вами Проживаем жизнь От рождения И до смерти И в каждом периоде жизни Есть время Для размышлений Время для грусти И время для радости Поэтому давайте Не будем Упускать Ничего этого Будем наслаждаться Стараться по возможности Ну и я благодарю Елену Емельянову Психолога Кандидата педагогических наук За такую интересную программу Всего доброго Благодарю вас До свидания Это была программа Практической психологии Всем любви, здоровья и счастья